Всем привет! Вы слушаете подкаст «Дикие утки» в студии Дарья. И сегодня здесь со мной, я бы даже сказала, снова здесь со мной, Эдуард. Здравствуйте. Здравствуйте. Я начну... Я хотела сказать, что Эдуарда вы могли слушать в подкасте «Работник месяца». Подписывайтесь на него, и там вы услышите и узнаете, кем Эдуард работает. Я хотел сказать то же самое. Интрига. Я хотел сказать, Дарья, то же самое. И еще хотелось бы поправить себя. Сегодня слушал подкаст. Я консультировал Романа Каримова не на фильме «Все и сразу». Это было очень давно. Перепутал. Это был фильм «Гуляй, Вася». Если вдруг кто захочет придраться, ха-ха-ха. Да. Я смотрела этот фильм. Понравилось? Да. Я выбирал музыку и финал. Было три варианта, и они все очень интересны. Первая история будет как раз таки про Романа Каримова, с которыми я недавно виделся в Москве. Ну-ка, и что там было? Ты не видела фильм «Все и сразу»? Нет. Но ты видела фильм «Гуляй, Вася». Но я видела фильм «Гуляй, Вася». И ты понимаешь, что Роман Каримов умеет снимать смешные комедии относительно. И в фильме «Все и сразу» история про гопников, которые решили украсть ЛСД у крупных дядь бандитов. А нет, я видела этот фильм. А ты помнишь, чем он закончился? Это где они были в качестве бумаги какой-то. Именно так. Я помнишь, чем закончился? Там все грустно было. Именно. И я очень всегда интересовался, Роман, почему весь фильм хихоньки да хахоньки, а в финале кошмар, смерть и вот это все. И он мне сказал, Эдик, я скажу тебе, я раскрою тайну. У нас был оператор Антон, который снял почти весь фильм. Он пошел с девушкой гулять в клуб, к нему подошли какие-то пять дагестанцев и пристали к нему. В полудраке он ухватывает от него пистолет и застрелил пять человек. Его посадили на 20 лет. Оператора? Оператора. И он сейчас сидит, он сидел уже, получается, 4 года, осталось 16. И они, под впечатлением от этой всей истории, решили переформатировать концовку под трагический тон, чтобы показать, как наша жизнь вскоротечна. То есть это прям жиза? Это прям жиза, и это меня настолько тронуло, что я пожал ему руку и сказал, Рома, я прощаю тебя за многие твои фильмы. Слушай, ты понимаешь, мне и так было грустно, что конец фильма был такой. Теперь мне стало еще более грустно, потому что это все правда. Да, и если цитировать великих, Рома, если вы это слышите, извините. Он сказал, концовка навеяна пиздецом, который современная Россия навеяла нам. Эта цитата немножко нелогичная, но, Рома, это ваши слова. Вторая история будет веселой, хотите? Да, конечно, вообще подкаст-то о веселых историях, а не о грустных. Окей, тогда все, хватит об этом. Хватит плакать, соберитесь. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Ой, все. Она жрет мой хуй, как будто это бургер. Я не слышал этого этой песни часа три назад. Зачем ты это вот? Ну вот зачем так? И я прохожу мимо школы, начальной, которая находится около своего дома. Я слышу эту песню. Она меня безумно заинтересовала. И тогда я узнал о рэпере Фейсе, который по популярности перегнал группу Грибы, которая гремела в прошлом году. Это было в прошлом году? Именно. Представляешь? Да ладно? Ага. Как скоротечно время. Два колеса, одно тебе, другое мне. И я узнал, что я едет в огромный тур по городам с примерно песнями такого содержания. Я послушал его альбом. И я советую вам это сделать, как и посмотреть фильмы, которые осветил вам фильм в подкасте «Работник месяца». Слушай, ну если «Бомжа с дробовиком» я готова еще увидеть, но слушать вот это... Я очень рекомендую для того, чтобы понять, насколько это настолько плохо, что даже хорошо. И к чему я говорю? И дети, которые кричали эти слова, которые я сейчас продекларировал, они мне как раз-таки напомнили диких уток. Очень сильно. Я в это время направлялся к вам и подумал, не проведение ли это? Слушай, ну кто знает, может, эти дети прохавали жизнь уже с самого ее дна. Да. Теперь заготовленная история. У меня есть друг-гомосексуалист. Привет, Кирилл. Если что, я тебя не осуждаю. И он попросил меня это сказать. Не рассказывать эту историю. Нет, он попросил мне это сказать наоборот, что я его не осуждаю, и что у меня есть друг-гей Кирилл. Кирилл, еще раз привет. Но это не единственный мой друг, который любит, когда в его, не знаю, сфинктер проникают всякие предметы. Который не единственный гей. Это история про девушку. И оказывается, у меня есть товарищ. Не буду назвать его имени в целях конспирации. У этого товарища... Вымышленные имена? Эдик. С фантазией я смотрю такое. Эдик встречался с девушкой Дарьей. Года два назад. Потрясающая девушка, довольно симпатичная адыгейка. Адыгейка. Я надеюсь, это не отсылка ко мне сейчас. Абсолютно нет. И ты же вроде не адыгейка. И она была из разряда девочек, которые категорически отрицали косметику, тираженскую одежду и называли себя исключительно в мужском роде. Все прекрасно, замечательно. И в какой-то момент она уже учится в Берлин и перестает выходить с ним на связь. И через третьих лиц, знакомых, а впоследствии через родителей этой прекрасной Дарьи, он узнал, что Дарья сменила пол. Теперь она Дарьей. Я персидский царь? Да. Возможно. А самое гадкое, что он ее до сих пор и любит. Дикие утки! Нормально. Он видел ее, когда она уже он? Он видел ее, но он говорит, я вижу не вот это... Такой красивый мальчик все равно. А я вижу ту девочку, махонькую, любимую, которую я всегда... Слушай, но у меня есть похожая история, связанная с моим учителем химии. Расскажи мне. Мой знакомый один, у него была жена, у них были дети. И в определенный момент его жена ушла к другой женщине, которая думает, что она мужчина. Как интересно мы живем. Да, но так понимаешь, одно дело, когда это где-то происходит, где-то, но это же вот, это вот у тебя на районе, господи! Поговорим о серьезном, может быть. Слушай, я думала, вот ты же ездишь на всякие суперзакрытые фестивали, показы и все. Ну вот, это инсайд суперзакрытого показа фестиваля. Я просто достаточно уважаю как минимум российских коллег, чтобы не говорить, кто там нюхал кокаин. Рассказывать про них такие же истории. Да, кто нюхал кокаин, не контролировал свое тело, либо вел себя неподобающей статусу, а рассказывать про иностранных коллег, либо звезд, мне не позволяет эмбарго, которые я подписываю. Про пиндосов. Про пиндосов, да. Но, кстати, пиндосы ведут себя гораздо лучше, чем наши. Я месяц июнь провел в Сочи и общался с кучей итальянцев, французов, американцев, немцев, и они абсолютно все прекрасные люди, и про это давайте мы вам и расскажем. История про компанию, которую вы все знаете, но которую назвать я не буду. Окей. Отель «Богатырь». Такой есть? Или это ты придумала? Это замок в Олимпийском парке. Может быть, ты видела? Олимпийский парк. Который наверху? Нет. Олимпийский парк. Все. Адлер. Да. А это, господи, Диснейленд. А, я поняла. И рядом стоит отель. Да, да, да. Отель «Богатырь». Закрытая вечеринка компании, которую назвать мы не будем, но ее носят все люди, которые, скорее всего, слушают этот подкаст. Если они не слушают, противоборствующую компанию, которая сейчас надета у меня на ногах. А, а-а-а-а. А-а-а. И потрясающая история о том, это была моя первая вечеринка такого крупного масштаба. Welcome Drink был сразу виски. И в какой-то момент все напились так сильно, что стали петь песню. Они взялись с братским хватом. Это когда правая рука и левая на плечах товарищей. И пели песню, слова которой очень незамысловатые. Мы мимим в ропу. И повторяю, это примерно как мантру. Больше слов в песне не было, как и в песне «Бургер» рэпера Фейса. Но эффект это производило, конечно, невероятный. А дальше, опять же, нажимаем на красную кнопку инсайдов. Ко мне подходит один прекрасный пиарщик с красным носом и говорит, Эдик, и ты сейчас пойдешь налево, ты будешь нюхать кокаин. А если ты пойдешь направо? Там ждут проститутки. А прямо? А прямо не было. Он говорит, и назад дороги нет. Так, ладно, и куда ты пошел? Я пошел направо, но не думайте, я не спал. Мы уже думаем. Я не спал с путановыми, потому что их было... В ту ночь не спал никто. Потому что их было трое мужчин, было двадцать. И это единственный случай в моей жизни, когда ко мне подходила женщина, хватала у меня запаха, говорила, пойдем. Я говорю, нет-нет-нет, пожалуйста, возьмите его за другое, вон его, я не хочу с вами никуда идти больше. Хотя они были довольно красивые. Могу показать тебе фотографию. Слушай, это ужасно, ты чего? Это отвратительно. Я просто, знаешь, я живу в таком мире, где якобы такого не происходит. Конечно, не происходит. Я все это выдумал, и если вы вдруг решите, что это правда, я патологически врун. Как Джим Керри в фильме «Лайер, Лайер». Мы еще выяснили, по-моему, это в том подкасте. Да-да-да, не верьте ничему, все это постановка «Я актер». Где мои 500 рублей? В смысле, в прошлый раз мы отдали тебе пятихатку. Ты что, оборзел, что ли? Вы меня выгнали на порог, на мороз. Алло, алло, мужчина, успокойтесь, какой мороз. На дворе октябрь. Мы в Краснодаре. Вот, и это абсолютно потрясающая история, с которой смежна еще одна, что произошло на следующий день. А вторая вечеринка компании... Это и та же компания. Компания, которую мы назвать не будем. Эта вечеринка была абсолютно потрясающая. Опять же, welcome drink был виски, но я решил отказаться от алкоголя, потому что... Потому что потом будет кокаин же, что ли? Ну, правильно. Потому что это была вечеринка не в Богатыре, а в этом Диснейленде, который называется, я вспомнил, Сочи парк. Там горок не очень много, а высоты, я боюсь, очень сильно. И там есть потрясающая горка, которая метров так сорок, наверное. И это похоже на центрифугу, которая тебя, как в «Дети-шпионок-2», кидает на небо, а потом опускает. И так несколько раз резко. Вторая часть — это про что? Это про остров затерили, поняла? Когда он вначале спасает дочку президента или что-то такое. А, поняла, да. Ты поняла, да? Да, вот эта штука, да. И там в итоге сажается... Все поняли, да? Ну, штука. Ну, конечно, если вы нормальный человек, у вас было детство. И там по кругу у этой замечательной центрифугии человек 20, 20 кресел, они все садятся и запускают в воздух. И все пьяные, все в усмерти. Они все невозможные. Возможно, не только пьяные, судя по опыту прошлого вечера, а я треск как стекло. Но в итоге я вижу, что справа от меня у человека застегнулась специальная защищающая его накладка. Слева от меня у человека застегнулась, а у меня не застегнулась. А я как человек, который боится высоты, напомню, говорю, молодой человек, молодой человек, обслуживающий персонаж, пожалуйста, посмотрите, пожалуйста. Он говорит, да нормально, сейчас полетишь. Я говорю, я не хочу никуда лететь. Пожалуйста. Посмотрите, он такой, ну сейчас, я запущу на счет 10, давайте. Раз, два, три. И запускает. Я очутился на гигантской высоте. Я не помню, как я туда долетел, но я орал истошно. И самый большой страх получился, когда я вспомнил, что по законам физики эта штука должна открыться, когда я буду лететь вниз. И что я сделал? Я взял свои руки, вот так вот обогнул следушку и начал молиться. А при том, что я в Бога верю не особо. И это был, наверное, мой самый большой религиозный приход за всю свою жизнь. После этого я нажрался, как собака. И пошел сначала налево, а потом направо. Я не пошел никуда, потому что там не было вариантов уже. Я думаю, они были, но не для меня. Катался на всех горках, кроме этой большой, самой страшной, которая фиолетовая. И этот день я запомню, наверное, на всю жизнь. Ну все знаем, да, в любом парке аттракционов самая страшная фиолетовая горка. Это традиция. Есть еще третья история. Ну-ка. Тоже Сочи, но это абсолютно диаметральная вечеринка волонтеров была. Как отдыхают волонтеры? Ты была волонтером или в лагере, или что-то такое студенческое? Слава богу, нет. Я сейчас тебе такое расскажу. У, груи, как говорится. Как на самом деле жили волонтеры. Да, абсолютно потрясающе, при том, что я был как бы лакшери обогрева. Лакшери волонтер. Лакшери волонтер. Я спустился в какой-то момент к обычным. Представьте себе... К челеди. Ну не к челеди, они потрясающие люди. Представьте себе берег моря. Ночь. 12 часов. И я иду с ящиком водки, который купил в абхазском дьюти-фри. Слушай, это же мечта многих людей идти по пляжу с водкой. Я живу вашими мечтами. Скотиняка такая. Иду к этим людям замечательным, а там они так обустроились, там один гигантский круг с гигантским костром посередине. А в этом круге обосновалось еще несколько кругов. В одном читают трэп, в другом разбежавшись, прыгну со скалы. А в третьем просто идет разговор. И абсолютно компания интернациональная. То есть волонтеры из Таиланда, и тоже Германия, Италия, Куба, Чили, абсолютно весь мир. Интересно, кто пел разбежавшись, прыгну со скалы? Итальянцы. Таец. Таец, да ладно. Он пел с акцентом? Он пел на английском. Ну, господи. Ты представляешь, что это было? Это было отвратительно. Это было прекрасно. Это было лучше, чем у некого исполнителя, который уже покинул нас. Ну, не знаю, не знаю. Ну, ладно, не суть. Ну, не суть. И я, естественно, не особо любитель рэпа русского. Пошел к говнырям. Не особо любитель Михаила. Я пошел к людям... Господи. В итоге все слились. Не думай. Пошел к людям, которые разговаривают. Это были преимущественно женщины. Я ставлю ящик водки. Говорю, женщины, у меня кое-что есть. Они говорят, у нас тоже кое-что есть. И достают мидии. И мы ели мидии. Откуда они их достали? Я не знаю. Это же волонтеры. Они могут родить их, я уверен. Ну, если задание такое будет. Конечно. Как в армии. Мы ели мидии. Запивали водкой. И в какой-то момент стало настолько весело. Людей стало настолько много. Примерно около 50 человек. И в итоге все это слилось. И я с тайцем уже пою yesterday. Вот эту вот всю историю. Рассказываю кому-то про кино. Про Мону Лизу. Про Фауст. Мне говорят, успокойся, чувак уже. Давай просто отдохнем. Почему ты не можешь успокоиться? И в конце, когда я понимаю, что я супергерой, мы, естественно, все идем купаться. Купаемся. Рассвет. Все прекрасно. Выхода нет. Вот именно. Эта песня звучала, пока мы мылись. Это было потрясающе. Мылись или купались? И то, и то. Ну, кто мылся, а кто купался? Воды-то у волонтеров нет. Так вот. И в какой-то момент почувствовал себя супергероем. Я был уже в такой кондиции, что мог лишь бормотать что-то там, ну, в состоянии животного фактически. И мне показалось, что я рыба. И мне показалось, что рыбаки, которые находятся вон там в море, они продадут мне рыбы. Я беру, подхожу к дамам. Говорю, дамы, вы умеете жарить рыбу в кустарных условиях? Они говорят, конечно, умеем. Я говорю, отлично, беру кулечек. Засовываю в него деньги, привязываю его к своей руке. Нет, нормально. Нормальные деньги. И начинаю плыть. И я плываю красиво кролем, все замечательно. Как ты думаешь? Думаю, я рыба. Но в какой-то момент понимаю, что проплыло метров 150, а для ребят еще метров 500. И я понимаю, что есть вариант не доплыть. И я последние вот эти вот шажки, я как собака, как лягушка, как какое-то просто морское чудовище. Я доплываю до них, я доплываю до этой баржи маленькой. Они просто вахерик. Ты кто такой? А я пьяный, невозможно. Я еще лысый был почти. Я говорю, эээ, дайте рыбке. Они говорят, да залезай сюда, ты сейчас утонешь. Я бы реально утонул, но они меня довезли. И в итоге они меня довезли до берега, продали мне этой рыбы. Мы спели им прекрасную песню «Проклятый старый дом», потому что они оказались фанатами короля и шута. Они, девушки, пожарили эту прекрасную рыбу. После этого я лег спать, и сон был прекрасен. На этом приключения волонтерские закончились. Ну, я думаю, это было самое яркое впечатление от общения с волонтерами у меня. Ну, потому что я тусовался в бизнес-зоне. Просто бизнес-пресс-зона. Бизнес-зона — это не... Бизнес-зона такая скучная, отстойная. Абсолютно скучная. Я только сфоткался с главой FIFA и этим благодарен. Я папе отправил своему, и он просто сказал, я горжусь тем, что мы тебя с мамой заделали тогда по ошибке. Ты уверен, что мама будет слушать этот подкаст? Мама, привет, я тебя люблю. Слушай, а как развлекаются в бизнес-зоне? А, ты только что рассказывал до этого. Ну, я думала, может, всё-таки нет. Лево-право, лево-право, впереди бар. Слушай, ну это так грустно, боже мой. Я не хочу в это верить. Не верь. Это всё враньё, я напоминаю. Да. Давайте теперь немножко вернёмся к полезному и поговорим про проституцию. Ну, может, про проституцию. А, тогда ладно. Ты знаешь, может быть, заочно какую-нибудь подружку, которая стала проституткой? У тебя нет таких подружек? Нет, я, кстати, хотела спросить, у тебя есть такие? У меня есть, и про них история. Может быть, она придёт к нам на подкаст? Она в Сочи. Так вот, у меня есть товарищ, он сутенёр. Апа, начало истории. И почему, кстати, никогда не пользуйтесь услугами проституции, если вы мужчина, ну и женщина тоже, в принципе. Если она стоит меньше 10 тысяч рублей за час, потому что если она стоит меньше 10 тысяч рублей за час, то примерно в день, знаешь, сколько клиентов, Даша? Ну ладно, давай, говори, сколько. От 15 до 12 в несезон в Сочи, от 15 до 20 в сезон. Это отвратительно. Это отвратительно. И после этого, когда меня всё-таки пьяный мой товарищ зазывал тестить, я сказал, так, 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 всё, секундочку. Я отказался тогда, откажусь и сейчас. Поэтому, девушки, не сняйтесь, пожалуйста, проститутками, даже если ситуация будет безвыходной. История про проституток. У нас вот в этом подкасте такие истории прям любят. Ну, отлично. Я однажды брал интервью молодого человека. Это будет история короткая, который гей и который жил в какой-то момент в борделе. Я её тизернул в прошлом выпуске. Вы можете её прочитать. Она абсолютно потрясающая, сумасшедшая. Во многом благодаря мне, потому что общался с человеком, который еле ворочал языком и из этого материала сделал конфетку. Если вы найдёте лучший материал о гелии в борделе на русском, скиньте его, пожалуйста, мне. Я думаю, что это невозможно. Думаю, Эдуард сейчас сам себе вынесет цветы. Я как Филипп Киркоров. Нет. На самом деле материал... Вот ты тоже почитай. Я серьёзно говорю. Он просто потрясающий. И как я его найду? Мальчик, который... Я покажу. Гугли просто... Кстати, вы можете гуглить. Просто Эдуард Голубев первый. Результат это я. Так вот. И в этом гей-берделе жила девушка по имени Карина, которая являлась на самом деле сорокалетним таджиком. Опа! И когда он мне рассказал, что первое дело, что он проснулся, он увидел Карину, девушку невероятной красоты, с пятым размером груди и 20-сантиметровым болтом, он понял, что он в борделе. Это было первое, что он понял, когда проснулся. Он понял, наверное, я в борделе. И в итоге история про то. Я об этом писал, что эта прекрасная Карина не умела считать, сколько будет 20 плюс 37, но брала 20 тысяч рублей в час, встречалась с различными важными людьми, в том числе и депутатами, имен которых нельзя разглашать, и доставляла им некое удовольствие. Ну там, пирожки, пекла. Именно так красная кнопка инсайдов просто уже разгорается, а теперь, я не знаю, о чем говорить, может спросить меня. Это, слушай, да подожди, дай мне брить в себя. Это история одной строкой, это неинтересно. Да я в шоке от того, что такое существует. Мы в этом живем. Я не знаю, я не в этом живу. Я живу, там, вот, знаешь, новости про голубей, там, вот такое. Ты очень счастливый человек. Мы в подкасте постоянно обсуждаем цыган и голубей. А, кстати, если закончить про проституток окончательно, все соглашаются сами. Нет этой истории про... Что заставляют? Да, это все, это минимум, это, наверное, какая-то дикость, которую одна из тысяч, например, что забрали и тому подобное. Все соглашаются, потому что нет денег, нет работы, а когда тебе говорят, вон, ляг под дядю за десяточку, из них четыре тебе. Четыре? А сколько он будет? Полчаса, полчаса, а ну, давай, поехали. А если этих, дядь, будет пять, шесть, первый, как мне говорят, статистика, не, приводили ее, первые два-три месяца все просто кайфуют. Себе через два месяца все покупают BMW и фоткаются в Инстаграм на новеньких кайфочках с Фенди сумочкой. Но через год девушка превращается в серый, никому не нужный кусок мяса. Это абсолютно отвратительно. Итак, на этом мы завершаем наш замечательный, грустно-весело-депрессивный подкаст. В студии был Эдуард Голубев, с вами была Дарья. Всем до следующей недели. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова